Самолет состоялся. И то техническое задание, по которому он построился, практически вырисовывается картина в том, что самолет этот будет. И сейчас часть оставшихся испытаний, которые мы проводим, это для того, чтобы самолет получил сертификат типа. То есть отработать полностью все, на основании чего уже будут делаться типовые самолеты. Самолет «Тубль-34» является главной лошадкой авиаперевозчика в России. Поскольку в России очень много регионов, в России все маршруты практически до 3000 километров. Дальность до 8-7 тысяч километров. Это составляет всего около 2,5% всех авиаперевозов в России. В самое сложное для проекта время в 92-м году Игорь Халыгин стал главным конструктором «Туб-334». Туполевец 1963 года, он проектировал Ту-160 и беспилотные летательные аппараты, имеет множество авторских свидетельств на изобретение. Степень и звание не его идеалы. Он называет себя человеком труда. Самолет по себе был задуман как стоместный, который уже с 90-х годов являлся самым востребованным во всем мире. Стоместным самолетом занимался Boeing и выпустил самолет Boeing 717. Стоместным самолетом занимался Airbus Industry, делал свои проекты АЭС-120, АЭС-120, АЭС-125. Впоследствии он перешел на проект А-319, АЭС-320. Ну и мы в России, после того, как перестали выпускать именно Ту-134, то мы понимали, что на смену ему должен прийти новый проект. Мы тогда очень правильно поняли, что это проекту должен быть стоместный самолет. Это с одной стороны. С другой стороны, мы этот проект завязывали одновременно с проектом самолета Ту-204. И понимая, что при одной и той же авионике, при одной и той же кабине, при одной и той же компоновке салона, авиакомпаниями он будет во много раз востребованнее, чем какой-то индивидуальный, отдельный, сделанный проект. Примерно 15% материалов всего планера – это композитные материалы. Пластик. Но 100% из пластика сделаны все аэродинамические управляющие поверхности. Это интерцепторы, воздушные тормоза, элероны, закрылки. Это не только облегчает вес конструкции. Кстати, весовая отдача 334-го процентов на 30 лучше, чем у Ту-134-го. Но и необыкновенно продляет жизнь самолета. Дело в том, что, в отличие от металла, пластмасса не ржавеет и гораздо медленнее старится. Я хочу вас познакомить с человеком, который сделал по линии производства все возможное и невозможное из-за того, что этот самолет взлетел. И он был назначен начальником производства на базе у нас здесь жили ДБ в 98-м году. И только тогда, когда он пришел, самолет начал задышал, задвигался. Этот человек умеет своими ручонками делать, паять, собирать, монтировать. Он во всем разбирается досконально. И когда такой начальник производства умеет все делать, это одно удовольствие. Нет таких самолетов. Я сколько не работал на этих красивых наших самолетах. Ту-144, Ту-160, Ту-244 элегантные такие. А этот как бы выпал из той плеяды самолетов. Он необыкновенный такой. Правда, ласковый его назвали. Некоторые называют «воробушком». Он действительно такой компактный, красивый, нахокхольный. А первый экземпляр мы назвали «кабачком», потому что он не был покрашен. И так смотрелся, ну, как бы один фюзеляж летит и двигатель. Июнь 1958 года. В свертальний перелет уходит новый пассажирский турбовинтовой самолет Ту-114-D в конструкции Туполева. За короткое время серебристый гигант стремительно пронесся в небе Советского Союза. Буквально вдоль и поперек прочертив своими маршрутами необъятные просторы нашей Родины. Самолет находился в полете 48 часов. Пройдено 34 400 километров пути. Несколько больше, чем расстояние вокруг земного шара по широте Москвы. Ту-334 рождался как чисто гражданский самолет. Но большинство проектов Туполева – это военные машины, из которых впоследствии делали лайнеры. Хотя был в послевоенной истории один проект. Ту-70, взлетевший даже раньше своего военного брата Ту-4. О нем сегодня помнят только такие знатоки, как Владимир Ригманд. Это первая машина с высококлассными виповскими салонами, как сейчас принято говорить. Во-первых, впереди находился салон вип-класса. То есть рассчитан для перевозки вип-пассажиров. Кстати, был вариант подготовленного самолета только для перевозки вип-пассажиров. Для спецперевозок, как тогда было принято говорить. Плюс высокая скорость. Около 500 километров в час. Приличная дальность, там где с половиной 3000 километров в час. Это машина среднего класса. И большой потолок рабочий. Гермокабина, значит, большой потолок. Значит, пассажиры не испытывали ни болтанку. Всех тех прелестей, которые они имели при полетах на Ли-2 и на ИЛ-14. Так что, наверное, это машина, первая наша машина, которую можно было назвать лайнер. Строительство авиалайнера в небогатой и закрытой от мира стране неизбежно привело к тому, что его интерьер повторял единственное знакомое. Пульмановский спальный вагон. От мягких диванов до настольных ламп с абажурами. В дизайне эти лампы самые активные участия принимала жена Туполева. Ну что здесь сделано? Вес у него проличный, чтобы не сказала взлет-посадка, так сказать, самолета. И кроме того, она сделана из самолетных лампочек. Девять авиационных патронов и ставлено, по-моему, девять ламп. Можно включать все 220 вольт. На этом самолете было это напряжение за счет того, что там холодильник стоял. И стоял специальный преобразователь, который давал это напряжение. С первенцем, летающим пульманом и нашедшим применение в аскетичной стране поступили по-большевистски. Разрезали на металл в 54-м. История оставила лишь пару кресел из салона до эту лампу. Спасибо вам, Осип Борисович. Вы только посмотрите, как остроумно хитрые конструкторы проверяют самолет на обледенение. Будете смеяться, это совсем не лед, это пенопласт, который здесь, в цеху, наклеили на переднюю кромку предкрылка. И самолет полетит буквально через несколько дней. Летчики будут проверять его на управляемость, прежде чем, сняв вот эту имитацию, поведут его в настоящее холодное облако на большой скорости, где и будут нарастать огромные шубы льда. ТУ-334 Вес конструкции, который обеспечивает перевозку одного пассажира на один километр, примерно на 30% ниже, чем на самолете ТУ-334. Это означает, что самолет принимает на борт больше топлива. При высокой экономичности это либо больше коммерческая нагрузка, либо большая дальность. Коммерческая нагрузка максимально 12 тонн. Количество перевозимых пассажиров 102 человека в эконом-классе. Или от 72 в 2- и 3-классном варианте. Дальность полета 3150 км с полной коммерческой нагрузкой. Или 4500 км в компоновке 72-75 пассажиров. Во всем мире известны великие самолеты Андрея Туплева и его КБ. АНТ-20 самый большой в мире. Рекордный АНТ-25. Его высотная модификация с гермокабиной и расчетной дальностью более 15 тысяч километров просто не успела взлететь до войны. Пионеры советского москитного флота. Скоростные торпедные катера Туплева. Это эпохальное морское увлечение великого конструктора. Знаменитый Ту-2. Способный воевать без истребительного прикрытия за счет скорости и живучести. После войны на нем испытывали первые реактивные двигатели. Стратегический Ту-4. Эта копия Б-29 качественно изменила всю советскую авиапромышленность. Ту-144. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский. Без него не было бы этого, лучшего в мире стратегического комплекса Ту-160. Но мало кто знает о разработках ядерных самолетных двигателей, о реальных полетах на сжиженном газе вместо керосина и на жидком водороде. Туполевцы были и остаются лидерами в области криогенных двигателей. А это, как сейчас модно повторять, высочайшие технологии. Только вот государство ими совсем не интересуется, а наши конкуренты-американцы даже очень и наведываются часто. А жаль. Видимо, с 1937 года пророков в своем отечестве как ветром сдуло и не вернуло до сих пор. Страшное десятилетие, когда государство бросило авиапром на произвол, мало кого оставило в живых. Но здесь КБ Туполева люди продолжали работать, даже без денег. Сейчас мы с вами находимся в огромном натурном макете будущего красавца-грузовика. Ту-330. Ил-76, который он призван заменить. Замечательный самолет, но он проектировался для того, чтобы возить войска. Этот с самого начала для перевозки коммерческих грузов. И будет очень интересно проследить за судьбой этого самолета. Я думаю, будет сразу понятно. Возрождение авиапрома в России – это слова или дела? Авиация по своей сути чрезвычайно консервативная отрасль. И какими бы изощренными программами, каким бы софтом не располагались сейчас конструкторы, они продолжают делать эти натурные модели. И уж тут-то с точностью до миллиметров можно все вымерить. И компоновку, и размеры, и даже вот сделать и отработать эргономически всю кабину. Посмотрите, вот это замечательно. Ручка. Ручка управления – наиболее интуитивный и правильный способ управления даже тяжелыми самолетами. Те, кто летают на Ту-160, до сих пор благодарны конструкторам, которые отстояли этот вариант. В отличие от привычного штурвала, полубублика. На мой взгляд, летать по-русски – это, ну, в общем, вопрос двусторонний. С одной стороны, наши самолеты всегда отличались надежностью и простотой. Летный состав всегда отличался, и летчики-спасатели, и линейные летчики отличались высоким уровнем своего профессионализма. Поэтому, когда наш летчик садится на наш самолет, получается очень хорошая система, круглоглобират, которая позволяет летать смело, уверенно, красиво, и это по-русски. Туполев-334. Этот самолет рождался в очень сложные для нашей авиационной промышленности времена. Но с ним связаны надежды не только конструкторского бюро Туполева. Он, как лахмусовая бумажка, может показать, успеем ли мы занять свободные пока ниши. Смогут ли наши самолеты, наши новые самолеты, выйти сначала на внутренний, а потом и на международный рынок? Бразильцы и Брайор смогли. А мы? Неужели нам, русским, слабо показать миру, как это здорово – летать по-русски? Редактор субтитров А.Семкин